Во дворе 38-го дома на улице Российской жильцы обустроили необычный цветник. Уже не первый год он радует глаз соседей и поднимает настроение прохожим. Каждый день за своим полисадником заботливо ухаживает Лариса Цырук. Здесь растут не только ромашки, васильки и бархатцы, но и такие непривычные для северных широт – розы, пионы, хризантемы и подсолнухи. Это хризантема. Она еще маленькая, но уже цветущая. Это розы. Они плетущиеся. Вот эти розочки. Вот этот подсолнух необычный очень. У него лепесточки красные получаются, бордовые. Не как обычного, желтого. И вырастает он два метра. В Муравленко Лариса Цырук приехала в 1984 году из солнечного Мариуполя. Сначала работала на газоперерабатывающем заводе, потом в ателье, а теперь на пенсии занимается цветоводством. О своих любимых цветах Лариса готова рассказывать бесконечно. В прошлом году здесь был и огород, где росла зелень, редис и другие овощи. Огурцы подвязала веревочками к этой полочке, цветнику к этому. И они у меня уже там устроили плетение. Урожай собрала на 4 килограмма и на 7 килограмм помидор. Ну, мне это занятие не понравилось, потому что я хочу что-то эстетическое, более красивое. И чтобы люди любовались. И мне, чтобы было приятно. И заняться было бы есть чем. Началось увлечение цветами с обустройства небольшой подвесной клумбы. А теперь под окнами дома настоящий цветущий мини-сад. В суровых северных условиях многие растения попросту не приживаются. Но Лариса с этой задачей справилась. Вот сахарные большие мешки. И я их маленькие пошила туда землю, чтобы потом их разрезать и в землю прям вместе с комом земли посадить. Потом ночью заморки. Я их закрываю большими мешками на 120 литров ночью. Потому что вылезу в окно, посмотрю, пар. Думаю, они мерзнут. И вот я вот так боролась с ними. Многолетние растения требуют постоянного ухода. Зато они долго радуют своим цветением и благоуханием. Идею организовать мини-сад во дворе поддержали и соседи. Кто как мог поддерживал. Все как могли. То подойдут аккуратненько. А что вы тут высаживаете? И деткам нашим спасибо. Каждый из них, кто поливал кто-то. Я им доверяла всем. Никто не сорвал ни веточки. Ничего не нарушил. Никто не испортил. Ни окурок никто не бросил. И вот хочу сказать своему двору и своему подъезду и своему дому огромное спасибо за понимание людей от того, что есть красота. И на нее просто надо смотреть, а не пакостничать. Очень здорово наблюдать каждый день такую красоту. Тем более мы живем на севере и нам не хватает таких красок летом. Здорово, что у нас есть неравнодушные граждане, которые облагораживают нашу придомовую территорию. Также, когда наблюдаю, ребятишки тоже подтягиваются. Этот цветок зовут Адель. Потому что я его садила, моя сестра. А я поливаю с друзьями огород. Это что за фрукта? Она когда вырастет, ее можно будет взять и потом есть. А-а-а, я понял это. Это манго. Нет, это не манго. Теперь в планах у Ларисы обустроить новую большую клумбу и оформить этот цветник в патриотическом духе. А сейчас хожу, собираю, выбираю материал цветочный для того, чтобы вот эту патриотическую тематику осуществить. Благоустроить двор своими руками не так уж и сложно. Достаточно лишь немного фантазии и желания создавать красоту. А наша задача – сохранить ее и с уважением относиться к труду своих соседей. Наталья Матюшкина, Виталий Седняев, Новости Муравленко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова